Не за грами новогодние праздники, а это значит пора задуматься об отдыхе. Сегодня все больше приморцев предпочитают здоровый образ жизни. К слову, российские снежные курорты стали популярнее на 30%. На них приходится две трети всех ранних бронирований. Это привело к росту цен на авиабилеты, в среднем на 10%. Самый низкий средний чек на перелеты в Минеральные воды – Сочи и Мурманск. Немного дороже обходится перелет в Кировск и Красноярск. Однако билеты по России остаются самым доступным вариантом для горнолыжного отдыха. Несмотря на дорогие билеты, спрос на за границу за год вырос на 40%. Одной из причин эксперты называют снижение среднего чека в этом сезоне на 9%. Мы решили узнать, куда поехать отдыхать на Новый год. Жители Приморья уже вовсю думают об отдыхе. Многие предпочитают отмечать Новый год за границей. Для любителей теплого солнца, моря и песка – Таиланд, Вьетнам. Для поклонников горнолыжных курортов – Южная Корея и Китай. Тем более для наших туристов в этих странах проводят праздничные мероприятия, посвященные любимому празднику россиян. Не уступают заграничным и приморские базы отдыха. Большинство жителей нашего края останавливают свой выбор на отечественном туризме. Тем более, что сейчас многие турагентства предлагают не только спокойный вид каникул в домиках, но и экстремальный, такой как встреча Нового года в палатке в сугробах под натуральной елью, где-нибудь на вершине горы. Конечно, на выбор влияет и бюджет. Так наименее затратным отдыхом за границей является Китай. Обойдется он приблизительно от 8 до 12 тысяч рублей, в зависимости от количества дней и выбора отеля. Горнолыжный способ каникул там же – 15-20 тысяч рублей. А вот горнолыжные курорты Южной Кореи заберут из кошелька плюс-минус 1000 долларов, учитывая и авиабилеты. Таиланд и Вьетнам будут стоить от 25 тысяч рублей и выше. Но все же самым экономным отдыхом туроператоры называют каникулы в Приморском крае. К слову, жители Владивостока и Приморья уже вовсю бронируют путевки, поэтому если вы еще не определились с выбором места и способа отдыха, то сейчас самое время. Дмитрий Беломестнов, Новости на Восьмом.